Всем привет! Меня зовут Марина и я рада вас приветствовать на своем рукодельном канале Милый Сад. Девочки, сегодня хочу вам показать свои вышитые работы за январь-февраль месяц. У меня их не так много. Это все Милхилл. Но, вы знаете, анализирую все свои предыдущие видео. Процессов у меня много показано, а вот готовых работ как будто нет. То есть финиш я практически не показываю. Не знаю даже с чем это связано. И у меня у самой такой ощущение, как будто я ничего не заканчивала. Но давайте мы не будем долго затягивать и в процессе, может быть, вам что-то еще расскажу. Итак, в процессе написания списка своих долгостроев я была в техм ужасе, потому что 17 у меня долгостроев получилось. И из них, наверное, штук пять был Милхилл. Они плавно перетекли все в 23-й год. И мне как-то за Милхилл стало очень обидно. Потом я понимаю, что не так сложно вышивать Милхилл и дошивать. Обычно где-то проблема все время с бисером или с какими-то материалами. И вот первый из законченных работ в начале 23 года стал вот этот сюжет «Танцующие божьи коровки». Я вышивала этот сюжет по остаткам, поэтому застопорил мой процесс именно то, что отсутствовал бисер. Бисера не хватало именно вот для вот этих петелек. То есть вот в этих петельках очень много бисера, аппетит. И так как я вышиваю по остаткам, мне просто их не хватило. Поэтому что я сделала? Я, так как у нас нет рукодельных магазинов, попросила мужа. Он мне в Москве купил бисер аппетит, по-моему, прециозу. Просто, я ему сказала, самые маленькие мелкие бисеры нежнейших цветов. Говорю, какие будут. И вот, можно сказать, на свой вкус и цвет. Но, естественно, я сказала, кроме там голубых и синих, он мне взял вот такие вот светло-бежевые, розовые. Да, по-моему, и, ну, по-моему, два пакетика светло-бежевые и розовые такие бисеринки. Мне цвета очень понравились и процесс уже пошел. Здесь у меня есть замена где-то даже цветов, потому что просто тоже не хватало нужных ниточек. Ну, я просто не стала как-то с этим заморачиваться. Вот здесь, по-моему, желтые добавляла еще где-то. Посмотрите, какие красивые вот эти получились цветочки. Проблема здесь была вот с этим красным еще бисером, потому что мне его не хватило. Я его дозаказывала в, по-моему, шелковые нити, брала на божьей коровке, еще на какие-то сюжеты. Но, опять же, неправильно рассчитала и мне не хватило. Поэтому брала божьих коровок красные бисеринки каких-то других наборов. Наверное, вытаскивала пару штучек, может быть, брала. Но не хватало не так много. И вот здесь, по-моему, тоже должны были быть красные цветочки. А у меня получились такие розовые. Нашла обложку. Ну, как вы видите, можно тут найти какие-то отличия. То есть, вот здесь белые цветочки должны быть. У меня вот они розовые, здесь тоже розовые. А здесь должны быть беленькие, по задумке. Дальше, что еще? По-моему, мне не хватило бисера, да, на шляпку. На эту, то есть, вся шляпка вот эта должна быть соломенная, как бы вышита бисером. А у меня она вышита просто желтыми ниточками. То есть, мне хватило буквально на первый ряд. Внизу, ну, внизу, кроме белых цветов, таких огромных отличий я не вижу. Конечно, эти танцующие божьи коровки просто восхитительные. Они какие-то такие потешные, забавные. И особенно мне нравится, что они, видите, на каблуках с букетами танцуют. То есть, это такой танец веселый, радостный, весенний танец. И еще, видите, у них получается вот это как будто гирлянды в форме сердца. Мне вот так кажется. Начала я этот сюжет на юге. Брала его с собой, наверное, года три назад. И до сих пор вот я вспоминаю, как я сидела на балконе там и этот сюжет начинала. Если вам интересно, я вам оставлю ссылочку на видео о летних стартах. Там немножко даже, по-моему, есть море. Ну, так, для вдохновения и хорошего настроения. В общем, я очень рада, что закончила этот сюжет. Еще, значит, вышит он на линде желтого цвета. Как раз я нашла ей применение. Сюжет этот. Давайте посмотрим, какого. 2003 года. И здесь вот у него ротбейки, которые я показывал в предыдущем видео. Да, вот эта девочка у арки. Дальше что? Здесь такой сюжет со скворечниками. И вот этих птичек я тоже хочу вышивать. Они мне тоже остатками. И девочки фокус. Вот видите, две птички тут такие. И его я хочу как раз вышивать вот в продолжении этой основы. Видите, у меня здесь довольно-таки большой запас вот этой желтой основы. И как раз сюда пойдет вот этот второй сюжет. Может быть, я обрежу. Может быть, нет. Не знаю. В общем, такие замечательные божьи коровки. А здесь еще пуговка должна быть пчелка. Но пуговка-пчелка, так как по остаткам я вышиваю, у меня ее, естественно, нету. Поэтому надо искать из запасов. Но тут, в принципе, вот, ну, если честно, да, если вот здесь не будет этой пуговки, ну, ничего страшного. Можно и какой-то цветочек тут приделать. Кстати, вот, если бы я сейчас не посмотрела, да, я бы даже не обратила внимания, что вообще на обложке еще эта пуговка есть. То есть вот даже хорошо, что обратила на это внимание. В общем, первый финиш мой, который мне очень-очень нравится. И это был мой долгострой такой. Следующий сюжет, который я закончила. Это вот этот вот пчелогном. Пчелогномы я вышивала по схеме. Когда вышли эти новинки, они мне очень понравились. Особенно вот этот вот пчелогном. Я в нем влюбилась. И, знаете, терпежа не было, чтобы не начать этот сюжет. Попросила у девочек схему, у кого есть. Со мной поделились. Спасибо огромное. И вот я вышила этого пчелогнома. Он у меня тоже оказался в долгостроях. Из-за чего мне не хватило вот этого черного бисера. Сейчас. Не хватило также вот здесь желтых, по-моему, ниточек. Да, не смейтесь. Именно вот этой желтой ниточки мне нигде не было. И когда я стала вышивать... Так, какой же я сюжет стала вышивать черным? А, поняла. Сапожки. Из сапожек я как раз взяла пару бисеринок и добавила в этого гному. Мне кажется, в сапожках черный бисер матовый. А здесь я пришила блестящий. Ну, девочки, точно не знаю, не помню. В общем, оставался мне только бэк. Пару бисеринок, да. И еще я сделала тут же в наборе бубенчик должен быть. Бубенчик у меня, естественно, не было. Поэтому мне пришлось просто сделать вот такой вот... Как это называется? Не помню. Милхилл. Но когда петельки идут три в одну сторону, там пять в другую, получается вот такая вот объемная. Видите? Видно вам, наверное, да? Ну, как бомбончик. Очень красивый сюжет. Классный гном. Мне он очень нравится. И, наверное, надо будет строить ему домик. Но у меня тоже будет схема, а не оригинальный сюжет, набор. Итак, следующий сюжет, который я закончила, это вот этот вот ангел. Ангел с кардиналом. Сюжет я начала в конце декабря 22 года, по-моему. Ну, прям за несколько дней до Нового года. Я его взяла в работу. Начала вышивать. Тут, конечно, просто шикарная юбка у этой девушки. Она великолепная. Тут такие валаны прекрасные. Вот эти вот складки, подъемник, узоры. Это сюжет Джим Шор. Вот его фигурки. Все вы, наверное, уже знаете. И я этого ангела вышла для мамы, так как она у меня очень любит ангелов. Немножко, по-моему, вот здесь изменяла, мне кажется, наверное... Сейчас, секундочку. Подложку сделала. Вот здесь, мне кажется, ручки сделала потоньше. У нее такие большие были. И, наверное, все. Да. В общем, прекрасный ангел с кардиналом. Конечно, сам кардинал – это вообще отдельная любовь. Он даже, мне кажется, чем-то похож на какого-то попугайчика миленького. Не знаю, у него тут такой хохолок прям черненький. В общем, прекрасный сюжет, милый очень. Ангел замечательный. Теперь я хочу очень вышить ангела, который с фонарем. Тоже вот надо, наверное, будет его заказывать и вышивать. Прекрасный сюжет. Осталось мне только его оформить и подарить маму на следующий год. И повесить его к себе на елку или как-то там украсть. Посмотрите, какая ёпочка красивая. Здесь еще вот этот нимб очень красивый. Золотыми ниточками вышивается. Прекрасный. Девушки такой взгляд, выражение лица, да, красивая. В общем, прекрасная красотка такая с кардинальчиком. Так, следующий сюжет. Следующий сюжет, который я вам очень хочу показать, это вот эти сапожки Санты. Мне они понравились давно в отшиве. И как только была возможность их заказать, я их взяла. Я даже не ожидала, что они будут еще красивее, еще прекраснее, чем на обложке. Так, сюжет у нас какого года, не вижу. Так, 2006 года. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Они не маленькие. Тут сама вот эта перфорированная бумага больше, чем обычная бумага. Так, не отсвечивает ничего. Нет, вроде нормально. Больше, чем стандартная бумага, да, Милхилл. Вот, посмотрите, видно, да, то есть сапожки выше намного. И это меня тоже очень удивило, потому что я прям не ожидала, что так получится. Давайте картоночку заберу у Ангела. Так, и вот получились у меня такие сапожки. Я немножко вот здесь вверху напутала, немножко. Но разобралась и не стала ничего перешивать. Прекрасные сапоги, как будто золотом, да, вот эти вот ленточки украшены золотыми ленточками. Хотя, на самом деле, это просто такие желтые ниточки. Очень он богат на бисер. Давайте я вам покажу. Посмотрите, сколько тут бисера. Видите, вот, видно очень много бисера. И вот как раз этот бисер пошел вот сюда немножко. Вот, еще здесь два очень красивых трежерса, железные такие елочки. Посмотрите, какая опушка тут. Не знаю, почему-то белый цвет немножко отсвечивает. Не так видно. Но они просто замечательные. Они буквально, вот знаете, когда их гирлянде прислоняешь, они буквально прям светятся. Светятся так красиво. В общем, замечательные сапожки. В этой серии, по-моему, еще Санта у нас. Могу посмотреть. Открыть мне прям само интересно. И, кстати, можно их разъединить и повесить, как два отдельных сапожка. Просто будет там правый и левый. А, вот еще тоже прекрасные вот эти вот, я видела, носочки и варежки. В общем, вот надо брать. Так, это пальто. Это вот сам Санта. Да, и вот если все это вместе собрать, будет очень красивая такая, знаете, серия. На повешенную на елку. Посмотрите, сколько остатков осталось. Я сейчас прям вот покажу вам. Посмотрите, сколько бисера. Много, да? И ниток. Прям целиковый набор. Мне кажется, вообще спокойно хватит. Может быть, черным немножко не хватит. Но так вот набор такой довольно-таки щедрый. Вот. Такой прекрасный сюжет. Я очень рада. Это, кстати, сапожки были самыми первыми, которые я вышила в двадцать третьем году. Так, давайте сюда положим. У нас такой в сапогах получился. Так, следующий сюжет, который я мечтала вышить и вышила. Это вот такой замочек. Такой замочек я шила, как дуэт, вот к этому ключику. С серии тоже вышла. И я увидела клематис. Клематисы я обожаю. Выращиваю их у себя. Поэтому их и вышиваю. И, конечно, мне очень захотелось этот ключик с клематисом и с этой чудной бабочкой. Ключик вышел буквально за три дня летом. И вот к нему вышит замочек. Вы знаете, честно говоря, когда увидела вот эти сюжеты, меня больше зацепил ключик. Вот прям как-то вот очень мне он понравился. А замочек, так думаю. Ну, серый замочек мне был не очень. Прямо вот так, да, чтобы прям брать и вышивать его. Но когда я начала его вышивать, все. Я влюбилась у него без оглядки. Потому что тут просто потрясающий бисер. Смотрите, какой он. Он настолько создает вот этот вот... Передает фактуру старого железного замка. Очень красивый бисер. Притом, когда ты его берешь, он такой, знаете, как он называется? Сиомист, по-моему, он и называется так. Морской, да? Думаешь, ну как он может быть серым? На самом деле он вот такой вот серый. Вкупе с ниточками получается именно такой замечательный эффект. Видите, да? Вот эта сама... Как это называется? Лучина, да, у замка? Или нет? В общем, не буду говорить. Вот. Узоры. Прекрасные. Я сейчас просто любуюсь. Смотрите, как красиво. И, знаете, такая вышла замок. Мне он очень понравился. И думаю... Ну, тут вот этот клематис вышивать, это ерунда. Что тут? 5 бисеринок, 5 ниточек. Ничего не 5. Клематис вышивается непросто. Потому что вот именно, что здесь, там, 5 крестиков такого цвета, 5 крестиков вот такого, зеленого тоже самое. То есть, вообще сам вот этот вот сюжет богат на материалы. Сейчас давайте я вам найду остатки. Вы уж извините за такой бардачок небольшой, но ниточек вот осталось реально много. Много. И посмотрите, сколько здесь цветов. Хотя, да, что скажете, что тут небольшой такой цветочек. А вот, на самом деле, тут очень много на него материалов ушло. Вот. Давайте покажу, сколько осталось бисера. Вот. Три пакетика. Но тут вот хватит, наверное, для хвой. Не знаю. Вот на замочек, наверное, не хватит. Потому что вот этого здесь пришивается. Вот этого 7. Это очень много бисера. А вот других, наверное, цветов хватит. Замечательный сюжет. Это весенняя серия. Так. И давайте размер, чтобы вы понимали. Это серия, которая, значит, антикварные замки, да, трилогия. То есть, это три тут сюжета. Весенний, зимний и осенний. То есть, все спрашивают про лето. Лето нету в этой серии. Смотрите. Обложка, да, и оригинал. И размер у нее, значит, 8,9 сантиметров на 10,2. То есть, это такой хороший большой сюжет. Давайте вот сравним с любым стандартным магнитом. Да? Вот он магнит. И вот этот сюжет. То есть, приблизительно, как два таких, ну, полтора магнитика. Вот. Теперь у меня, значит, какая забота, как оформить их вместе. Такие были предложения, что включницу, хозяйка санфлауэр хаос, предложила Наталья, да, включницу. Оригинально получится. Потому что, как бы, тут и по теме. Это ключик, этот замочек. Ну, вот, как-то все равно надо это все обыграть. Может быть, как на дверце, может быть, как наоборот. Сделать просто, знаете, две рамки и внизу, как для ключей, крючки. Вот. Прям очень красиво. Я довольна. И на этом все. Это все мои вышитые Милхил за январь-февраль месяц. Я довольна результатом. Потому что, зная, сколько мне всего хочется вышить, сколько я стараюсь вышивать, и сколько у меня возможностей на это, я, в принципе, довольна результатом. Видите, я как покрасила рамку вот эту вот МП-студию морилкой в серый цвет. Мне очень нравится, как получилось. Так. На этом, наверное, все, что я вам хотела показать. Очень рада буду получить от вас обратную связь. Лайки, комментарии. Мне это очень-очень приятно. И это стимулирует снимать дальше. Девочки, спасибо вам за внимание. Приглашаю вас просмотреть предыдущее видео, если вы не смотрели. Большая коробка Милхилл моих планов на 23-й год. Пожелайте мне там удачи. И спасибо вам огромное за просмотр. До новых встреч. Увидимся. Пока.